Паломнические экскурсии в Керчь, незабываемые путешествия в Воронеж, промышленный туризм в Ижевске. В этих павильонах, кажется, предлагают самые необычные и эксклюзивные виды отдыха. Четвертый международный туристский форум открылся сегодня в Сочи. Для индустрии одно из главных событий года, и в особенности для Краснодарского края, где есть горы, два моря и тысячи гостиниц. Сделать курорты Краснодарского края лучше мы можем только все вместе. Не делясь на того, кто это будет делать, не будет делать, чья это компетенция, чья это прерогатива или ответственность. И туроператоры, и представители власти, и представители санатурно-курортного комплекса. Мы все вместе можем сделать наши курорты лучшими в мире. У нас для этого есть все возможности. На саммите собрались те, для кого отдых – это работа. Руководители крупнейших туроператоров России, управляющие сетевых отелей, владельцы небольших гостиниц, мэры курортных городов. У всех была возможность напрямую задать вопросы главе Ростуризма и губернатору Краснодарского края, главного курорта страны. А переживания по поводу отдыха в нашей стране есть. И, пожалуй, самое главное – угроза снижения внутреннего потока из-за большого количества предложений в Турции. Однако бояться главного конкурента Кубани по Черноморскому побережью не стоит, уверены эксперты. Это тот случай, когда есть шанс улучшить собственный сервис и развивать альтернативные программы отдыха. Например, оздоровительный туризм. Я хотел бы особенно отметить Краснодарский край, который активно включился в эту работу. Так, порядка 40 санаториев и больнолечебниц с октября по апрель предоставляют скидки на свои услуги от 5 до 50%. Тем самым мы создаем условия для того, чтобы все слои нашего населения, имеющие разный уровень достатка, могли бы отдохнуть на море, получить лечение. Краснодарский край без лишней рекламы остается самым популярным направлением для внутреннего туризма. В этом году на Кубани отдохнули около 16 миллионов человек. И это больше, чем общее количество россиян, поехавших расслабляться за границу. Конечно, главным центром притяжения становятся море и пляжи. Поэтому развитие инфраструктуры в курортных городах региона – один из важнейших инструментов в борьбе за туриста. Что вы как мэр хотите получить из города Анапы или мировой курорт, а для этого есть все возможности, или спальный район какого-то крупного города. Здесь вот это регулирование находится в ваших руках. Любого курортного мэра, как Анатолия Николаевича, как и вы, как и глава Гильжиха, и КОПСЭ тоже у нас, и Азовское побережье. То есть курорт нужно делать, курорт нужно делать. И где-то на самом деле может быть и убеждать бизнес, что не только хорошая прибыль при строительстве домов, а еще есть и прибыль, конечно, от курорта как бизнес. Чтобы стать первым на очень конкурентном рынке, кубанским курортом необходимо переходить на круглогодичный режим работы. Ведь занимать отдыхающих можно не только пляжами. Все больше популярности набирает событий на туризм, когда центром развлечений становятся музыкальные фестивали, спортивные соревнования или деловые конференции. Процесс должен быть непрерывным, то есть оказание услуг. А для этого, конечно, мы должны найти те якорные фишки, те якоря, которые позволят туристу, отдыхающему, комфортно себя чувствовать и зимой, и осенью, и весной. На туристском форуме в Сочи говорили и о структурных изменениях, которые нужны отрасли, чтобы развиваться дальше. Сейчас, например, обсуждается вопрос о возможности выдачи электронных виз для отдыха в столице зимних Олимпийских игр. Это позволит увеличить поток иностранных курортников. Серьезно, специалисты задумались и над судьбой небольших частных гостиниц. Не исключено, что туроператоры будут включать их в свои пакетные предложения. Александр Иванченко, Денис Ферез, Денис Москаленко, Кубань-24, Сочи.